И так, ну что ж, Ария Ру, мои маленькие любители покушать и всего того, что не может взлететь. У микрофона, как всегда, ваш покорный слугам Амору, и такая невероятная игрушечка, как Kerbal Space Program. Не первый мой сезон, и я уверен, что не последний. Но с последней выпущенной серией прошло уж слишком большое количество изменений, как во мне, Тайк и в самой игрушечке. В связи с чем, появилось дикое желание ещё раз погрузиться с головой в мир кербалят, и ещё раз побывать там, где ещё никто не бывал. С момента последней серии произошло уж слишком много обновлений и изменений в различных игровых механиках. Тем более, что я уже и успел забыть абсолютно всё, что касается базовых характеристик. Так что, можно сказать, что по сути, это для меня новая игра. А если брать в расчёт, что КСП-2 находится в уж очень сыром виде, то это очень даже хорошая альтернатива. Начинать я, конечно же, буду не в ванильное прохождение, а с модами, которые представлены на вашем экране. Ничего серьёзного, парочка на графику, парочка вспомогательной, и один глобальный мод, добавляющий реализм. Радиацию, потребность в воде, еде, кислороду, ну и так на самом деле по мелочи. С этим наши космические полёты станут в разы интереснее. Все выставленные настройки вы можете видеть у себя на экране, ну а мы не будем в таком случае затягивать, и уже начинаем. Как приятно всё-таки видеть неразвитый и от этого очень ламповый центр управления полётами. Но ничего, мы ещё наведём тут порядок. Цель этого проекта – победить самих себя в космической гонке. А для этого нужно выполнять контракты, за которые нам дают денюжки, и в редких случаях науку. Так строится первый космический аппарат для выполнения двух конкретных контрактов – запуск космического корабля и сбор данных с родной планеты. Ну а что ещё на самом деле мы хотели ожидать от самых первых контрактов? Жалко, что тут сразу приходится использовать наша кербалёнка, а не автоматику для пуска. А если что произойдёт? Ведь сейчас ракета просто сделана из пластилина. Но тут уже ничего не попишешь, приходится рисковать. И уже на стартовой площадке видны изменения. Оказывается, что система по сбору науки полностью переработана в сторону реализма. И для сбора очков науки – недостаточной секунды. А нужно какое-то время побыть в точке, пока сбор не окончится. То есть для сбора одних данных может потребоваться не один летательный аппарат. Что на мой взгляд невероятно классно. Ну и запуск первой испытательной ракеты. Три. Два. Один. Пуск. И полёт происходит по полностью запланированному плану. Наш же Бадайка учится ещё работать с приборами. Изучает строение ракеты и научных данных. А также пока что самостоятельно вовремя раскрывает парашют. И после чего успешно падает на планету. Первый полёт прошёл очень успешно. Собираем приличное количество очков науки. Ну, для нас пока что приличное количество. А после, в ЦУП принимаем субсидированный контракт. За фиксированное отчисление прибыли мы будем получать дополнительную науку. А следом изучаем базовое ракетстроение. И объявляется эра выполнения контрактов. Их было выполнено невероятно много. И если вставлять все, то никакого хронометража не хватит. Контракты до ужаса простые. Чаще всего это либо испытания деталей на пусковой площадке Кербина. Или на воде. И там, и там. Мы ещё к тому же успевали собрать немножечко науки. Ну и также науку мы получали немножечко за задание. В принципе, это было нашей основной целью. Чтобы наскрести её чуть больше. Ведь пока что мы никак по-другому её получить не можем. В один из таких разов мы решили испытать попробовать парашют. Который нужно было раскрыть на определённой высоте и с определённой скоростью. После нескольких попыток итог был очевиден. Даже при соблюдении всех условий задание засчитывалось проваленным. Отсюда вывод, что такие задачи пока что не берём и не выполняем. А жаль. Ведь за них прилично платили. После неоднократного выполнения миссии нам и было получено 46 очков науки. Благодаря чему мы получаем возможность получить дополнительные модули изучения. Так открываем барометры, дозиметры и датчики телеметрии. С этим уже как-то можно работать и ещё больше получать очков науки. Но для начала нужно улучшить цех вертикальной сборки до второго уровня. Следующих два глобальных контракта в достижении открытого космоса и выхода на орбиту Кербина. В том, чтобы достичь космоса никаких проблем да и не было. А вот с орбитой пришлось очень заморочиться. Хотя изначальные запуски и были нацелены на достижение этой цели. Но мы ещё не знаем точное количество дельт-Ви для этого. Максимальное значение, которое получалось достигнуть, это 2500, что оказывается очень мало. А всё потому, что нельзя было размещать большее количество баков из-за слишком большого веса. Я уже всю голову сломал, почему так. Даже думал, больше науки нужно. Уже несколько раз Джабадайка слетал и вернулся в космос, собрал данные, повыполнял ещё миссии, изучил новые двигатели, которые лучше работают в космосе. И всё не то. А потом выясняется, что дело было не в бобине, и можно было просто улучшить стартовую площадку. И тогда всё сразу встанет на свои места. Основная цель этой миссии состоит в запуске ракеты на орбиту для сбора данных и выполнения контрактов. А также выяснение условий выживаемости кирбонавтов. Отправляться будет, естественно, Джабадайка. К сожалению, для отправки и и без пилота мы ещё недостаточно продвинулись к науке. Сама же ракета состоит из трёх ступеней. После пуска сожигается первая ступень, состоящая из четырёх твердотопливных двигателей, которые разгоняют ракету в самых плотных слоях атмосферы. Так как у нас нет нормальной аэродинамики или хотя бы нормального пиродина, то приходится пока что взлетать строго вертикально, чтобы исключить любую возможность отклонения от траектории. Естественно, на протяжении всего полёта будет включено научное оборудование для сбора данных, как и в предыдущие два полёта, не достигшие орбиты. После того, как твёрдое топливо было отработано, включается вторая ступень уже на жидком топливе и вертлявом двигателе для большей манёвренности. Эмпирическим путём было выявлено, что при достижении 25 тысяч метров над уровнем Кербина, атмосфера достаточно разряжена, чтобы данная ракета могла выполнять манёвр атаки. Суть этого манёвра в уменьшении угла по отношению Кербина вплоть до нуля. Направление манёвра выбирается по ходу движения Кербина, всё для того, чтобы уменьшить количество топлива для выхода на орбиту. И когда же вторая ступень подходит к концу, высота апогелия, то есть наивысшей точки орбиты, должна быть не менее 70 тысяч метров над уровнем Кербина, потому что именно на этом уровне заканчивается атмосфера. При достижении максимальной точки в 70 тысяч, двигатели выключаются, ракета принимает угол атаки примерно в 5 градусов и выжидает достижения апогелия. А по достижению ракета снова стартует в максимальную тягу. Всё это нужно для того, чтобы по максимуму сэкономить топливо для дальнейших манёвров. И вторая ступень работает, пока в ней полностью не закончится топливо, а только потом отстыковывается и работает последняя ступень. Она самая маленькая и самая эффективно работающая в отсутствии атмосферы. Она-то и доставит ракету на орбиту. Угол атаки при её работе корректируется таким образом, чтобы апогелий оставался примерно на том же уровне. Это конечно сложно делать без улучшения связи с Землёй, но всё-таки возможно. Итак, Джабадайка становится первым в истории человеком, оказавшимся на орбите. Его задача собрать по максимуму научных данных и передать их командованию. В ходе миссии выяснилось, что самой большой проблемой является отсутствие электричества, вырабатывать которое мы не можем от слова совсем, даже с помощью работы двигателей. Но это поправимо в будущих миссиях. Запасов еды, воды и кислорода хватает более чем сполна. Но всё же было бы неплохо всё-таки придумать способы по их возобновляемости. После сбора данных космический аппарат становится против движения и запускает двигатель до выхода на траекторию посадки. Ну а после последняя ступень отстыковывается и между нашим Джабадайком и разобьеванием. А матушку Землю стоит лишь небольшой парашютик, который к счастью вовремя открывается. И мы благодарим всё мыслимое и немыслимое за успешно выполненную миссию. Собрана куча данных, хоть и продвигает наши технологии, но всё же ещё недостаточно, чтобы достичь желаемого. Ну а вот после ещё парочки подобных полётов, только с большим количеством электричества на борту, нам всё же удаётся накопить на изучение возобновляемого электричества. И контракт на проведение 30 дней на орбите уже звучит не так уж и невыполнимо. Собирается лететь, конечно же, на наш Джабадайка. Корабли конструктивно не так сильно отличаются от прошлого. В нём размещено просто большее количество запасов кислорода, еды и воды, а также контейнеров по сбору научных данных. Ну и солнечные панели, делающие электроэнергию возобновляемой. Топлива в ракете остаётся слишком много, и было принято решение отправиться на большую орбиту. Ну, например, на 200 километров от Кербина. После закрепления на этой высоте показатели дозиметра зашкаливают. Но храбрый пилот решается продолжить миссию во славу науки. На второй же день, к сожалению, приходится орбиту снизить до 100. Ещё бы чуть-чуть, и количество полученной радиации в ходе этой миссии привело бы к непоправимым последствиям. А так, полученных нами данных, будем надеяться, что хватит на то, чтобы учёные почесали репу и выяснили, как с этой радиацией в космосе-то бороться. Дальнейшая миссия будет происходить на 100-километровой орбите. Девятый день миссии. Джеб начинает потихоньку подвергать миссию провалу. Оказывается, он недоволен слишком маленьким пространством, выделенным ему, и ему, видите ли, некомфортно. В связи с чем, он потихоньку начинает сходить с ума, и в этот раз из-за его выходки вышел из строя один из неосновных парашютов. ЦУП лишь разводит руками и пытается вразумить этого беспризорника, что контракт важнее всего. Двадцатый день миссии. Безумие прогрессирует, и Джеб на этот раз вывел из строя целую капсулу, в которой он проводит всё это время. К счастью, на основные функции это никак не повлияло. Геродин работает, подача питания, кислорода и воды тоже функционируют. Двадцать четвертый день миссии. Были серьёзные проблемы с питанием, причём даже непонятно откуда взявшиеся. ЦУП успешно смог дистанционно решить эти проблемы, и электроэнергия снова начала накапливаться в аккумуляторах. Тридцатый день. Джеб дождался. Он смог это преодолеть. Не дожидаясь команды руководства, он самостоятельно инициализирует программу спуска с орбиты и успешно сажает космический аппарат. Пока что Джебодайке подарен небольшой отпуск до следующих совершений. А полученных денег с контракта хватит, чтобы улучшить центр слежения и точнее отслеживать манёвры. Следом поступает задание о выводе на орбиту спутника, и мы решаем, что вроде должны с этим справиться. Но мечты врезаются от действительности. Вывести спутник на орбиту чрезвычайно сложно. А вот без прогнозирования полёт достичь нужного апогелия, к сожалению, вообще невозможно. Так что эта миссия откладывается до лучших времён. И это лишь самое начало. Дальше будет куда интереснее. И вот только сейчас мы достигли самого минимума космических путешествий. А ещё нас ждёт авиация. Жду с нетерпением следующей серии. А пока это потихонечку заканчивается. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был как всегда. Ваш поклон слуга Мамору. Ещё услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok